В этой лекции мы поговорим о том, какие существуют электронные программы, которые могут облегчить задачу создания хороших богословских трудов. Существует немало полезных ресурсов, способных помочь исследователю грамотно составлять и редактировать научный текст, а также организовывать материал при проведении исследования. Из наиболее популярных таких помощников, по мнению многих отечественных исследователей, лучшей считается программа Зоттера. По сути, это универсальный библиографический менеджер с полным функциональным аппаратом, которым пользуются многие современные исследователи. Сразу важно заметить, что этот менеджер бесплатный. Преимуществом данной программы являются следующие ее характеристики. Программа Зоттера легко интегрируется в браузеры Firefox, Chrome или Safari, а также в текстовые редакторы Word и OpenOffice. Она позволяет автоматически обнаружить и импортировать библиографическую информацию об источнике из любой базы электронных ресурсов, доступной в библиотеке. Этот менеджер может хранить не только библиографические данные о ваших источниках, но и сами тексты в форматах PDF и DOC. То есть Зоттера работает и как ваш личный библиотекарь, и как ваша книжная полка. Менеджер подходит как для индивидуальной, так и для коллективной работы. Программа позволяет создавать общие папки для совместной работы над статьей, для оформления ссылок и библиографии. Общие папки формируют коллективные библиотеки. Эта функция очень удобна, когда несколько человек работают над одним проектом одновременно. Зоттера дает возможность хранить ваши комментарии, сделанные к текстам. Через общие папки эти комментарии могут быть доступны для ваших коллег. Зоттера также дает возможность облачного хранения полных текстов статей в личной или коллективной библиотеке, поддерживая такие программы, как Dropbox и Google Drive или Яндекс.Диск. Программа очень проста в использовании. В свободном доступе имеет множество руководств по использованию и не требует специального обучения. То есть любой среднестатистический пользователь компьютера может ее освоить без особых проблем. И, наконец, программа «Адаптированно под русскоязычного пользователя» поддерживает стиль цитирования по ГОСТу, принятый в Российской Федерации. Это далеко не полный список возможностей и преимуществ, которые предоставляет данный библиографический менеджер. Его использование облегчает работу и экономит время исследователя. Существует еще множество других подобных библиографических менеджеров. Примеры их вы можете видеть на экране. Из платных программ достойна внимания EndNote. Данная программа позволяет организовывать свою научно-исследовательскую деятельность, помогает в поиске онлайновых баз данных, собирает полные тексты статей и поддерживает автозаполнение ссылок на них. EndNote позволяет автоматически создавать списки библиографий и цитаты, форматировать их в 6000 и более стилях. Этот менеджер организовывает, хранит и редактирует ваши научно-исследовательские файлы так, как это удобно для вас. Как и Zotero, эта программа позволяет организовывать сотрудничество команды исследователей в режиме онлайн. Как вы уже успели убедиться, разные виды работ требуют корректного оформления списка литературы, ссылок и библиографических сносок. Правила оформления отличаются не только в национальном отношении, но иногда и в зависимости от требования каждого отдельного высшего учебного заведения. При этом правильное оформление сносок требует кропотливости и внимательности. Если делать это вручную, можно затратить очень много времени. Поэтому можно рекомендовать еще один хороший интернет-ресурс, который поможет студенту справиться с этой работой гораздо быстрее и легче. Это онлайн-программа сноска.инфо. Данный сервис позволяет всего за несколько минут проверить, правильно ли оформлены сноски по ГОСТам. Это может быть актуально для магистров, чьи статьи и работы публикуются во внешних изданиях. Проект ориентирован на ГОСТ Р705-2008 «Библиографическая ссылка». Для работы с программой «Оформитель библиографических ссылок сноска.инфо» необходимо заполнить небольшую анкету, состоящую из двух блоков вопросов. В первом блоке выбирается тип библиографического источника, там же указываются дополнительные параметры. В появившемся втором блоке вопросов следует заполнить нужные параметры источника. Программа сама выстроит элементы в нужной последовательности, учитывая пунктуацию в соответствии с ГОСТом. Получившийся текст копируется и вставляется в работу. Рассмотренные компьютерные программы не гарантируют высокого уровня исследовательских работ, однако их освоение и использование в значительной степени упростит процесс подготовки и написания качественных научных текстов.